Вопиющий случай нарушения закона произошел 4 декабря 2014 года при рассмотрении уголовного дела Чудовским районным судом Новгородской области. Председательствующий по делу судья Щур Александр Иванович игнорировал регламент судебного заседания. Справедливые попытки адвоката Дениса Вяткина призвать суд к соблюдению регламента не только не привели к результату, но и навлекли на защитника настоящий гнев со стороны председательствующего. Вместо того, чтобы выполнить свой долг и надлежащим образом отправлять правосудие, он расценил возражение адвоката как нарушение порядка заседания и вынес незаконное постановление о его удалении из зала суда. Адвокат, присядьте. Так у меня вам отвод, Ваша честь. А я вам слова не давал. А у меня вам отвод. Так вы мне не даете, вы не дадите, вы нарушили регламент, вы перескочили через предоставление мне слова и сразу перешли к прокурору, дали ему возможность что-то оглашать. Подождите, вы уже меня лишили слова. Как так может быть? Так вот, за неоднократное нарушение адвокатам не только, соответственно, регламента и порядка судебных заседаний, а также неоднократное припирание в председательном случае, обвинение, вот скажем, нарушение регламента, а также норм и этики, судейской этики, а также с нарушением адвокатской этики. Значит, мы просто наим, удалить адвоката из зала судебного заседания. Следует отметить, что законодательство Российской Федерации в принципе не позволяет суду удалять защитника из зала. Однако, то ли от непрофессионализма и незнания законов, то ли от чувства безнаказанности, по распоряжении судьи Щура судебные приставы взяли и в буквальном смысле выкинули защитника из зала заседаний. Но на этом история не заканчивается. 10 декабря, в начале следующего заседания по делу, судья Щур, увидев адвоката Вяткина в зале, отказался продолжать слушание дела, пока, по его словам, не будет наведен порядок. Получив такое распоряжение, судебные приставы, схватив адвоката за руки и за ноги, вынесли его из зала заседаний. Я бумагу жду. Дадите бумагу, уйду добавлено. Мы сейчас точно применять будем физическую силу. А я... Ну, слушайте, да вы меня предупреждали. Малу меня не имеют какой бумаги. Ну, а на основании чего будете силу применять-то? Вам уже объяснили основания. Да нету этих оснований, их не существует. Все, выходит. Мы меня объясним. Документы. Самое циничное же в этой истории заключается еще и в том, что, вернувшись, судья Щур заявил об отсутствии адвоката по непонятным для него причинам, продолжив слушание. У нас адвокат был приглашен в 21-й, однако по каким-то нам неизвестным причинам сейчас покинул здание суда. Будет вызван дополнительно адвокат в порядке 21-й статьи. Только, кроме этого, в связи с тем, что адвокатом голосовал на судебное заседание, в палате Санкт-Петербурга будет направлено соответствующее сообщение. Также примечательно, что все эти события произошли на глазах у прокурора, который обязан был незамедлительно отреагировать на столь грубые нарушения закона. Продолжение следует...